Вообще! Добро пожаловать в Москву. У нас только один день, Арбат. На удачу, щип потерли и дальше пошли. Лучшее метро мира, самое красивое. Москва лучший город мира. Сегодня такой у нас знаменательный день. Сегодня мы исправляемся. Ребятки, наконец-то мы в Москве. Поэтому нажимайте лайки, пишите комментарии нам. Класс. Погнали. До Москвы мы решили добраться на машине. Там где-нибудь на юге ее бросим и перепрыгнем на метро. Почему? Потому что парковка, например, в центре Москвы стоит 450 рублей в час. Что считаю? Дофига. Ну и перемещаться по центру на машине, перепарковывать с то же, что удовольствие. Постоянно искать эти парковки неохота. Вот это вот наш классный лайфхак в Москве. Как сэкономить на парковке? Ну либо во дворе можно где-то оставить, но мы, так сказать, за безопасность. Поэтому в торговый центр заезжаем на парковочку, в подземный паркинг. Первые три часа 100 рублей. Потом 100 рублей. Следующий час. Классно же. Наш оранжевый родной друг. Раньше это назывался Пражский пассаж, по-моему. Потом стал Коламбусом. Мы здесь жили, в Бирюлево, несколько лет. Ух! Райончик. Электронный рай тоже преобразился. Раньше такая некрасивая штука была. А сейчас здорово все. Кстати, у нас отличные новости. У нас теперь есть наши футболочки на детей. Метро Пражская. Залетаем. Здесь все шикарно сделано. Для колясочек. Метро изменилось. Чтобы вы понимали, в метро мы не были несколько лет. То есть для меня все новые станции, которые сейчас открылись, это... Я думаю, как бы не потеряться вообще. Идем на кассу. Я не знаю, что нам нужно. А, вот, есть билет единый, 340 рублей на одни сутки. Вот, наверное, сейчас его и возьмем. Так, там пока никого нету. Видите, на 2-3 поездки, на 1-2 есть. Не, нет. Так, ладно, 90 минут 85 рублей. Единый и больше на это проездные. Слушайте, ну это вообще просто трындец. Посмотрите, сколько здесь станций. Считается лучшее метро мира, самое красивое. Мы едем сейчас в центр вот сюда, вот на Красную площадь. Охотный ряд. Площадь эволюции. А сейчас мы вот здесь вот, прощаемся. Вот. Видимо, совсем работать не хотят. Нас с кассы отправили в терминал. Говорит, вы можете сделать все здесь самостоятельно. О, единый билет мы выдали. Купили еще один билет на 2 поездки и прошли с Настенкой. Теперь он не нужен. Господи, сколько мусора в помойку. Класс, экскаватор не работает. Офигенно. Мирочка, поезд видел? Так, надо, главное, сориентироваться, куда нам. По-моему, нам сюда направо. Сколько эмоций у Мироши. Вот сюда вставайте. Следующая станция. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну вот это вообще крутая штука, прикиньте. Сделали туалет прямо в метро. Надо туда сходить, посмотреть. Он платный. Ну офигенно вообще. Можно прямо тебе карту приложить. Свои вещи. Здесь, кстати, самое то, что нужно обязательно оставить с правой стороны, потому что по левой ходят. В питерском, например, метро вообще никто не ходит, потому что оно там очень глубокое. Только для спортсменов. Вообще туалет это все хорошо, но вот, например, для инвалидов или там для детей, у кого дети маленькие, там коляски. Ничего не предусмотрено. Почему не понятно. Ну вот, смотрите, мне приходится вот так коляску брать и вот так вот спускаться. Честно говоря, я думал уже везде во всем метро новые вагоны с кондиционерами. Оказывается, нет. Здесь до сих пор старые вагоны, в которых окошки. Все, друзья мои, прогулка по метро окончена. Но на самом деле метро Московская – это отдельный вид искусств, которым нужно действительно желательно посетить каждую станцию. А мы вышли в Александровский сад. Здесь тоже гуляй не хочу. Сувенирные магазины, музеи, видите, и непосредственно сам Кремль. Вот здесь вот вход в Кремль, кто покупает туда экскурсии. Класс. Нам еще сегодня, кстати, погода повезло, потому что было 35-38, а сегодня 23 градуса. На небе красота. В общем, самая та погода для прогулок. Выходной день, 2 9 тьма. Ой-ой-ой. Так, что здесь? Хот-дог стоит здесь 290 рублей. Вот в палаточке. Чебурек 2 сотки. Ну и я хочу сказать, цены-то адекватные. Слева у нас Манежная площадь, а мы приближаемся к вечному огню. Сейчас тоже туда подойдем. Вот, пожалуйста, есть вот такие вот стенды, где написано на русском, на английском, на китайском языках. Вот мы сейчас здесь. Грот. Вечный огонь славы. Памятник патриарху Ермогену. Вот, собственно, этот сам памятник. И вот он непосредственно, грот. Раньше туда можно было заходить, подниматься на самый верх. Сейчас, видите, все перегорожено. Мы очень круто попали прямо на смену роты почетного корову. А-а-а, все, они отшагали уже. Блин, чуть-чуть. Нормально, ребята. Блин, сколько китайцев стримят. Смотрите, Артем. Самый кайф, это еще через полчаса, по-моему, сейчас будет смена. И они прям очень круто шагают. Начнем со Смоленска, последний выпуск оттуда. Мурманск, Тула, Брестская крепость. Пожалуйста, куда обязательно доедем в этом сезоне. Новороссийск, Керчь, Одесса. В общем, почти во всех городах мы на самом деле были. Вон народа почетного караула. Посмотрите, сколько людей гуляет. Вау, крутяк вообще, а? Вот оно лето, друзья. Не сидите дома, срочно выходите. Вот эти парни, вообще просто красавцы. Нельзя шевелиться, ничего вообще. Смотрите. И если вдруг надо что-то поправить, либо у них там муха на лицо села, идет помощник и это делает. Подошел, спросил, хотите, если возложить цветы. Вот, видимо, его сейчас пропустят, и он сможет возложить цветы. О, я даже не знал, что такая функция есть. Представляете, ребят? Потому что если хотите почтить память, берете цветы, подходите, и вас провожают вот сюда вот. Я даже не знал, что так можно. Неплохая функция, да? Ну да, очень здорово, что пускай, да. Сегодня такой у нас знаменательный день за последнее время, сколько мы здесь находимся. Мы решили, что нужно съездить в Москву, потому что последний раз в Москву мы приезжали в центр, именно в центр гулять, когда приезжала моя мама, мои сестры. Когда дети были еще совсем маленькие, они еще ничего не понимали. А сейчас они столько всего видели, столько столиц посмотрели, а свою родную столицу России, да, вот в осознанном возрасте мы впервые приехали погулять на Красную площадь и на другие достопримечательности столицы России. И самое, что интересно, сейчас идет чемпионат Европы, а мы гуляли вот так вот обширно по Москве. Это был чемпионат мира 18-го года. Сейчас вот такие куча куча фоточек. Вот, это было очень классно. Ну вот дети подросли, теперь покажем нашу столицу. А то мы были в огромном количестве столиц мира, с различных стран, все смотрели, а вот по Москве так детям ничего не показывали. Сегодня мы исправляемся. Точнее показывали, но они были очень маленькие, совсем маленькие были. А Мирошка-то нет. А Мирошка, кстати, да, впервые в столице гуляет. Мирошка хочет мороженое, и мы сейчас купим. Здесь также находится вот Манежная площадь, про что я говорил, и главный торговый центр Охотный ряд. Вот они, морожки кремлевские, по-моему, называются. Здесь тоже красивые инсталляции сделали. В новогоднюю ночь тоже мы как-то здесь гуляли. Супер отель. И виды, 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 виды. Исторический музей. Темка у нас очень крутой. Гоняет со своей картой. Сам все платит. Давай, Сема. Карта у вас, да? Башляй, да. Молодец. Всякие гуляния оттуда доносятся. Это памятник Жукову. И самое, что интересно, вот я когда здесь был, здесь вот этих всяких огорожек вообще не было. Вот этих вот забор и забор, и повсюду заборы. Можно было подойти там, посидеть, сфотографироваться. А сейчас как-то вот все вот так. Самое главное, чтобы здесь остался туалет. Вот он где-то вот тут вот, видите, вот на этой лужайке. Туалет, он круглосуточный. А это гум. Ночью он смотрит совершенно по-другому, но в темное время сутки, потому что здесь все подсвечивает. Вот она Никольская улица. Потрясающе. Смотрите, там все тоже украшено. И сколько людей. Не, ну это вообще лютый кайф. Это вот та самая энергетика Москвы. Здесь же, кстати, находится мавзолей. Не знаю, зачем он нужен, но, наверное, нужен. Путешествие с детьми, это дойти до центра Красной площади и вдруг сказать, что мы хотим в туалет. Поэтому все возвращаемся, идем в обратную сторону. Вот в общественный туда туалет. Мальчики налево, девочки направо. В последний раз, когда я там был, это был так себе. Но это было много лет назад. Сейчас сами все видели. Так, ребятки, объясните мне, зачем он здесь лежит целых уже сто лет? Блин, офига. Главный собор. Главная башня Кремля. Ну, вы только посмотрите, какая красота. Вот он, в упор, храм Василия Блаженного. Здесь лобное место. Здесь памятник Минины Пожарскому. Блин, смотрите, какая крутизна. Сколько людей, сколько туристов. Плюс одни мы. Хеллоу, туристов. Вау, вообще. Кстати, вот во все вот эти вот, понятно, здания можно позаходить, купить билетики. Но вот, говорю, мы с детьми как бы особо никуда не ходим. В другой раз. Смотрите, как красота. В Красной площади можно прям сразу попасть в парк Зарядя. Новый парк. Мы там тоже ни разу не были. Тем самым будет сейчас интересней. Раньше, представляете, прямо сюда мы заезжали на машинах. Вот здесь вот мы прям ездили вот-вот, вот-вот-вот по этой брусчаточке. А сейчас только вот проезд из-под моста как бы на мост выезд. Вообще ничего нет. Но мы прямо вот здесь от с тобой останавливались на брусчаточке. Все меняется, все меняется. Ничто не вечное, как я люблю говорить. Это точно. По Москве, по центру курсируют вот такие вот прекраснейшие двухэтажные автобусы. Это экскурсионный. Перед нами уже парк Зарядье. Одна из семи высоток столицы. Потрясающие виды. Вот есть огромная карта на входе. Мы здесь, вот, и можно вот так вот гулять-гулять. И нам нужно попасть на парящий мост по набережной. Ну, пойдемте. Высадили здесь березки, поставили вот такие вот прикольные лавочки. Каждое дерево здесь, кстати, пронумерованное. Вот посмотрите, как здесь красиво. В Москву обязательно нужно приехать летом погулять. Это должен сделать каждый житель нашей страны, это точно. Да и туристы обязательно, конечно, из других стран. Мы туристы? Мы туристы. У меня вообще была прописка в ЦАО, в Хамовниках, между прочим. И Москву в свое время обошел ногами всю вообще вдоль и поперек. Но я не любитель этого города. Он забирает огромное количество энергии, времени и денег. Вон там вот парящий мост, там толпа. Мы идем куда-то в другое место. А куда? Наверное, это называется недопарящий мост. Но здесь, по крайней мере, тоже открывается вид на Москву реку, на набережную Москвы реки. Там же можно взять кораблик и покататься. Мы это тоже делали. Но тогда цены вообще что-то смешные. Были рублей 300, 200, да? Да, это даже рублей 500, да. А может быть и сейчас такие же цены. Кстати, они достаточно здесь кайфовые, кроме парковки. Ну серьезно. Издалека он смотрится очень круто. Я, кстати, множество раз проезжал на машине просто под этим мостом. Но вот опять-таки мы никогда на него не поднимались. Поэтому прямо сейчас это сделаем. Снизу подземный музей зарядья. Гастрономический центр зарядья. Парк огромнейший здесь действительно. Здесь гуляю-гуляю. Мне кажется, целый день можно посвятить только одному парку. Но вы же знаете, у нас только один день. И, возможно, у вас кто приедет тоже один день. Поэтому сегодня экспресс-режим. Посмотрите, какая гигантская очередь в этот гастрономический центр. Да уж. Может, было бы, конечно, в очереди отстоять, но мы точно пас. Виды очень крутые. Ну а сейчас дойдем на этот мост, посмотрим, что там. О, людей просто там тьма. В общем, я не знаю, сколько времени здесь гулять, чтобы... Можно быть минимально, точнее, с людьми. Или максимально, чтобы не было никого. В общем, ладно, у нас получилось сделать несколько фоточек. И двигаемся дальше. Здесь, получается, по кругу вот так вот доходишь. И на выход. Смотрите, какая дальше красота. Здесь вот трибуны под открытым небом. Трибуны, значит, там дальше. Фестиваль, новая классика. 6-7 июля, лето в разгаре 24. Вот здесь, видите, устанавливают сцену. Ну, точнее, она уже стоит. И играют музыканты. Это совершенно бесплатно. Приходишь, садишься и слушаешь классическую музыку. Мне кажется, это здорово. Ну где? Где вам еще такое покажут? Кстати, вы знаете, очень крутые цены. Ну, в смысле, нормальные цены. Прям вот в гуме сидеть в рейсике. Смотрите, какие ценники. Шикарно. Ну, вы бы сами посудите, напишите в комментариях. Вот прям вот так вот сидишь в шикарнейших рейсиках. Прям вот напротив Кремля. В гуме вот так вот на улице. Ну и цены абсолютно классные. Я вам скажу больше, что в таких местах, там, в других столицах, там ценники будут. Ого-ого. Обслуживание будет. И, ну, короче, вы поняли. Добро пожаловать на одну из самых лучших улиц. Здесь Москва, Никольская. Когда-то здесь мы гуляли, когда был чемпионат мира в России. Фотографируемся с туристами, иностранцами, с флагами. Вот эти фоточки, посмотрите, было очень весело. Атмосфера Москвы была вообще просто потрясающая. Эта улица обязательна к посещению. Но, когда вы оказались на Красной площади, то, естественно, здесь гуляете. Здесь вон всякие перцы ходят, типа Брежнева, Петра Первого, там, ну, вы поняли. Вот они. А, Сталины ходят всякие. Вот так вот. Это вам не кухры-мухры. Кого здесь только не встретишь с того света. Здесь магазины с русской символикой. Конечно же, одна из таких это наш медведь. Ему все трут руки, носы. Вот, видите, какая крутая штука. Вот так вот на удачу. Шик потерли и дальше пошли. Ну и, конечно же, матрешки. Вот я думаю, это Смоленский Человек-паук или все-таки наш новый московский. Мироша, смотри, Человек-паук. Мироша, вон Человек-паук снова сидит. Видишь? Когда мы гуляли в Смоленске, тоже подходили к Человек-пауку. Его потом полиция что-то там допрашивала. Типа, мол, что он раздает детям? Это тоже что-то раздает. Решили пообедать в Ореничный, легендарное кафе «Русская кухня». Пойдемте. Я такое хотела. Ну, шикарно. Ну, не приезжай, да. Спасибо. Посмотрите, какая здесь потрясающая атмосфера. Офигеть. Вот мы попали в русскую квартиру. Нас пригласили на третий этаж. Какая-то там Брежневская комната, что ли. Да, лучше. Но. Вот я при этом разку приехала, я была в таком вот подобном, но по три ажи. Да, очень красиво. Кай-вэ? Да, все все правда. Ну, интерьер, конечно, безумие какое-то. Короче, здесь полнейшая посадка. Но нас куда-то пригласили. А, вон туда вот, в уголочек. Гляньте, как здесь круто. Топчик. Артем, мы вот такие штуки застали, но это уже не являлось нашим детством. Это детство вот бабушки вашей, нашей бабушки. Это магнитофон. Сюда одеваются вот эти пластинки виниловые. Вот эта штука вот так вот, чикс. И включается, играет музыка. А вот так вот переключать песни. Вот так вот. Представляешь? Ну, вот смотрите, да. Цены прям действительно, ну, клевые. Вот всякие сырные треугольнички. Это детское меню. Куриные котлетки. Вот с пюрешечкой, кстати. 280 рублей макарошки 210. Супчик есть. Две сотки всего-то. Бульон какой-то. Это вот для взрослых меню. Здесь, собственно, он различная русско-национальная кухня. Вон, завтрак. 390 рублей. Блинчики, пожалуйста. Короче, что здесь только нету. Глядите, смотрите. Мы еще что-нибудь выберем. Посмотрим, что закажем. Так, пельмешки, пельмешки. Вот. Сельд под шубой, пожалуйста. Так, в общем, большое достаточное меню. Разнообразное. Выбор вообще крутой. Пока сидишь, можно вот почитать газеты, информацию, что раньше писали. Детям принесли, точнее, нам всем принесли вот такие штуки. Ожидание 30-35 минут еды. Ну, вот можно во всякие штуки поиграть. На столе карандаши. Да, Мирошка? Вот можно чем-то заняться. Пацаны, я вам предлагаю зарубиться в морской бой. Мы заказали кучу всего. Это вот то кафе, наверное. Если вы приезжаете, хотите погрузиться вот в наше какое-то советское время, в русскую культуру, то обязательно это надо приходить сюда. Вот 100%. Здесь вот вы прочувствуете вот этот колорит нашего детства, детства наших родителей, ну и так далее, туда дальше. Ну, залип на газету, сидишь, читаешь, вон Юрка Гагарин там. Нам сказали, что все будет готово, а через 30-35 минут, в итоге буквально там 5 минут, и принесли. Настенка, как тебе зеленый больше? Вкусно. Супер? Как я готовлю? Или вкуснее? Это как раз по-моему, с щами не может, кстати. Да. Ладно, приятного аппетита. Вам как, пацаны, суп? Вкусный очень. Вкусный? А мне вот ложку не принесли. Я думаю, может быть, как на ланке, руками начать ездить. Интересно, меня люди поймут, нет? Мы заказали медовое пиво, здесь какая-то фигня. А, это корица, прикинь. Внутри плавает корица. Интересно. Попробуй, здесь становится разнообразие всяких водок, пивасов. Ну, это типа собственного приготовления. Да, поэтому надо обязательно попробовать. Слушайте, это капец как необычно. И капец как вкусно. Здесь еще плавает гвоздика. Гостенка, твое мнение, давай. Это очень вкусно. Ну, согласись, гораздо вкуснее, чем просто суп. Надо улучшить голодом. Вместо супа лучше брать вот эту штуку, запоминайте. Еще мы заказали вареники с капустой. Я 100 лет не ел с капустой, вообще не люблю вареники с капустой, но решил принципиально вязать. Ну, что, не с капустой. Впусто? О, спасибо большое. Они с картошкой, они с капустой. А были же с капустой? Они с картошкой. Блин, мы заказывали с капустой, ну да ладно. У нас получилось преступление века. Мы сожрали чужие вареники. Нет, ну мы им просто приски. Нам просто принесли с картошкой, я так опробую говорю, они с картошкой. Это вот девчонок с соседями ссталом. Я думаю, ну ладно, раз уже принесли, раз я уже съела один как бы, ну, с картошкой, ладно, пусть поменят. Они пригласят, наши говорят, а у вас были с картошкой? Да, мы их съели. Мы такие голодные, что что дали-то съесть. А девчонки говорят, а где наши вареники? А мы в очень огромном месте. Принесли лимонад, и к лимонаду подача граненые стаканы. Послан говорит, а где трубочки? Я говорю, пейте с граненого стакана, вы что, блин. Совсем уже поколение трубочек. Я с капустой просто вообще не люблю. Но здесь не что попробовать. Они вкусные, просто я не люблю. Нет, знаете, что хочу сказать сразу? Если приходишь в вареничную номер один, бери вареники и бери медовое пиво. Все, остальное можно не брать. Только вареники в горшках, вторые вареники, иди, вообще вкусные. Только пиво? Да, и пиво медовое. Мы дошли до десертов, принесли блинчики со сгущенкой. Под шубой, но это не десерт. Это мой десерт. Тортик, вот это что-то там у бабушки какой-то там, крюфель. И принесли наполеон огромный, вкусный. Я наполеон обожаю, но мне ничего не влезло. Что мы столько набрали? Я не знаю. Смотрите, мы чужую портули. Из-за этого нам ничего не влезли. Еще и пиво дополнительно не хотели, а взяли. Потому что нам... Короче, нам говорят... У нас нет пирожков с капустой, ребят. Мы тогда пиво не сели. Ледовое. Реально вкусно, ребят. Ой, да. Вообще аромат. Так, давай взрывать селедку под шубой. Давай, я буду. И определять, она вкуснее, чем у мамы. В поле вне. Не, ну если я скажу, что да, меня же не пустят потом домой. Не, в селедках селедка. Да? Ну, хороший слой селедки. Ну, просто те, кто никогда не был в России, никогда не пробовал такое блюдо, стоит. Даже смотрят люди из других стран. И это точно надо пробовать. Селедки. Вкусно. Всякие штуки такие. Вкусно, вкусно. Смотрите, в какой штуке приносят счет. Паспорт, вареничное ленинградское кафе. Вообще офигенно. Советские деньги. Давай советские бутырами. Давай. Так, и вот у нас вышел счет на 6030 рублей. Вот берите с нас пример, всегда оставляйте чаевые. Счет вышел на 6030. Берем вот так вот сверху еще 600 рублей ложим, это чаевые. Хотя бы 10% оставлять надо, ребята. Все, друзья мои, на этом месте мы вынуждены заканчивать выпуск, потому что мы так сильно объелись и даже не понимаем, что дальше делать. Да ладно, шутка, нам еще предстоит куча интересных мест, так что продолжаем гулять сытые и довольные. Вот здесь слева старая архитектура, справа, видите, все в такой строительной сетке. Здесь строится просто какой-то нереально бомбический комплекс новой истории старого города. Посмотрите, какая там будет красота. Я не знаю, сколько лет должно пройти, когда его построят, но будет здесь просто отвал башки, я вам серьезно говорю. Впервые, когда я приехал в Москву, это был, я не помню, какой год, не знаю, там, шестой, четвертый или что-то подобное. Гуляли по Москве и пришли вот в этот магазин, центральный детский магазин. Мы были просто в шоке. Ну, представляете, после Читы приехать в Москву и попасть вот в этот вот магазин. Это было что-то вообще невероятное. А когда тесно была связана жизнь с Москвой, то я здесь вообще каждый день ездил. Это Лубянка, театральный проезд. Здесь магазины Феррари, Бентли были. Я не знаю, сейчас они есть, нету. Но вот тут вот стояли самые роскошные, машины продавались. А, Бентли есть. Вот, кстати, может каждый желающий зайти вот сюда в салон. Бентли, Мазерати, Феррари. Приведите, как круто. Вот, пожалуйста, смотрите, большой театр. Ну, напишите в комментариях, где, в каком городе есть подобная архитектура. Просто отвал какой-то. Это мы приближаемся сейчас вот к Государственной Думе. В центре Москвы ходишь, смотришь на эти просто дорогущие машины, дорогущие дома, дорогущую архитектуру. Просто посмотрите, что у нас в Москве ездит на дорогах. Майбахи. Майбахи. Кругом Майбахи. Лексусы последние, Роллс-Ройсы, Кадиллаки и так далее. Вот вы просто посмотрите. Но есть одно но на самом деле. В никакой машине бы ты не ездил, наша карточка не работает за пределами нашей страны. Это грустно. Но есть выход. Слушайте внимательно. И выход на самом деле, друзья мои, есть. Это зарубежная карта какого-нибудь зарубежного банка. И на самом деле выбор, друзья мои, огромный. Где делать, через кого делать, как делать. Самое главное, конечно же, цены разные. Но в этот раз я никого вам рекомендовать не буду. Я вам порекомендую себя. Ведь мы с моим товарищем теперь помогаем получить карту казахстанского банка, который работает по всему миру за самую крутую цену. Такая карточка теперь есть у меня и у Настенки. Да-да, целых две. А еще у нас есть уже первые клиенты. Это видите сейчас их отзывы. Это наши подписчики из телеграм-канала. Хотите путешествовать и не делать головы, где взять наличку, как деньги поменять и так далее. Просто пишите мне в личку. Я оставлю там свой контакт в описании. И я вас проконсультирую. И за считанные дни такая же карточка казахстанского банка будет у вас буквально 5-7 дней. И все. И вы решите кучу вопросов. Эта карточка мультивалютная. Работает по всему миру, как я уже сказал. Работает в интернете. Сможете бронировать всякие разные сервисы, которые раньше вы не могли оплатить. В общем, друзья мои, ссылка там. Пишите. И пусть ваши путешествия будут классны без какого-либо денежного геморроя. С карточкой казахстанского банка. И с нами это возможно. Мы вернулись на Красную площадь. Здесь же Манежная площадь. Гостиница Националь, по-моему, называется самая премиальная гостишка вообще, которая у нас есть. Это начало Тверской улицы. Вот туда она уходит. Да, Маяковский. Дальше Тверская, Аемская. Просто нереальнейшая красота вокруг, ребяточки. Центральный выставочный зал проходим. Манежная площадь, друзья мои. Правда, то, что все за забором. Но дело в том, что здесь что-то устанавливают. Видимо, будет какой-то концерт. Мы двигаемся дальше в сторону Арбата. Впереди у нас виднеется храм Христа Спасителя. Мы, наверное, до него немножко не дойдем, потому что будем поворачивать направо в сторону Арбата. Вот здесь вот, слева, это Государственная библиотека СССР имени Ленина. Огромная штука. Я вижу, там двери открыты. Я вот миллион раз проезжал вот мимо, но никогда-то не заходил. Кто заходил, напишите, что там вообще, какие книжки. И вообще книжки ли там. В центре Москвы, что не здание, то оно имеет какую-то ценность. Ну, типа, там-то жил, там, Пушкин, там-то Маяковский, там-то Ленин, там-то братья какие-то. Это там здание прокурора. И вот серьезно, вот идешь и наслаждаешься. Здесь действительно вообще просто какая-то история. Нужно быть вот подкованным, я не знаю, либо закончить какой-то вот такой факультет, чтобы это все знать. Да? Ну, да. А так просто вот ты идешь и думаешь, нифига, нифига. Вроде читаю таблички, там, на каждом здании можно ознакомиться, почитать. Но глубже, по сути, ничего и не знаешь. У нас только уснул Мирошка, нам приходится заходить в переход. И там так орет музыка. Ужас. Надеюсь, не проснется. Мирошка не проснулся. Вот здесь вот Никитская 6, по-моему, называется. Вот тут вот был раньше ресторан Валентина Пандемпи. Я здесь работал, трудился официантом. Суперопыт был вообще. Это были тогда одни из первых знакомств. Суперлюдьми, которых обслуживал. Богатейшие люди заходили в наш рейстик. Под музыку уличных музыкантов мы попадаем на Арбат. Еееее. На Арбате очень круто. Это обязательно к посещению улицы. Красота непередаваемая. Атмосфера прям. Ух, ух, ребята. Сердце Москвы. Арбат. Молодцы, парни. Фирменный магазин Спартака здесь находится. Всем весным привет. Хотя я гонял за коней, но все равно привет. Ярманка. Матрешки. Вот, может, сделать фотографию. Под веселую музыку. Книги продают. Вот так вот можно купить какие-то, я не знаю, эксклюзивные, что ли, какие-то или что-нибудь. Пожалуйста, этого не чебуречное ни разу. Такого я тоже ни разу не видел. Я люблю Москву. Флаги. Давай, Настенка, перечитай, какие страны знаешь. Аргентина, Бразилия, Россия, Турция, Иран, Казахстан. Что там еще есть? Кыргызстан, Китай, Арабские Эмираты. И опять не знаю, что за флаг. Ну ладно. Мы вот серьезно по разным странам катаемся и отвыкли от своей какой-то символики. Здесь ведешь вот наши платья, вот эти руссконародные, вот эти шапки-ушанки разноцветные. Короче, кокошники, мотоцикл Урал. Это, по-моему, этого Жукова, Сергей Жукова. Кафешка. Вроде как, я даже не знаю. Посмотрите, какой наикрутейший рестик террасов. Гляньте на эту бляха-муха архитектуру потрясающе. Просто отвал башки. Эх, вот это да. Здесь также представлена галерея, биография героев. Они сражались за родину. Здесь прямо можно залипнуть тоже на целый день, читать, изучать. Она вот, посмотрите, откуда начинается. Просто длиннющая, длиннющая. Вообще там конца и края нет. И причем она, знаете, она во всему Арбат туда продолжается. Вот следующие стенды пошли. Ну, то есть, понимаете, это бесконечно. Настенка идет и правильно говорит. Вот где бы мы сейчас не были, ни один город, ни одна пешеходная улица, в городах, где мы были, вообще не сравнится с московскими. Ну, особенно со старым Арбатом. Также на Арбате можно увидеть и попробовать любую кухню мира. Вот, например, турецкая. Я, кстати, уверен, что это будет гораздо вкуснее, чем в той стране, откуда эта кухня. Вот прям сто процентов. И сейчас мы дошли до главной стены. Давайте я вам покажу. Это стена Виктора Цоя. И вот про надпись, которую я говорил. Перемен требуют наши сердца. Смотрите, как это все выглядит. Возможно, многие из вас даже и не знают, что такая стена есть. Да, Виктор Цой, я думаю, ты точно знаешь, что твои песни до сих пор поют, перепевают и живут смыслом твоих текстов. Ах. На этом месте комок в горле вообще. Да. Пока мы слышим твои песни, ты жив в наших сердцах. В Москве повсюду стоят вот такие вот общественные туалеты. Очень простые. Подошел, оплатил карточкой, зашел, сделал свои дела. Ну, собственно, вообще максимально удобно. Проходим мимо турецкого кафе. Там написано Kimer BBQ. И на этой ноточке хочется вам показать, как строится наша квартирка. Тут Димчик съездил, посмотрел. Смотрите. Это, кстати, квартира, которую вы сейчас видите. Славяна. Блогера с канала «Семья на чемоданах». Я очень рад этому событию, что он присоединился к нашему сообществу викингов. Вот. Эта квартира напротив него уже тоже продана его подписчику. Представляете? Квартира сверху пока свободная, но тоже уже человек за ней едет. Посмотрите. Стены уже возведены. Сейчас, кстати, начался праздник Курбан-Байран. Поэтому две недели, к сожалению, ну, может быть, неделя стройка будет стоять. Но я уверен, что как только праздник закончится, строители выйдут и начнут сразу активно строить. Это, кстати, бассейн. Я хочу сказать, что он тоже не маленький. Да, он не широкий, но по длине достаточный для того, чтобы здесь можно было классно плавать. Ну и посмотрите, какой шикарный вид открывается с этого комплекса на горы. Там рядышком проходит еще речка. И надеюсь, что этот комплекс станет одним из самых лучших в Кимере. Я хочу напомнить, что мы, наш канал Семья на чемоданах, мы обладаем скидкой в 15% на недвижимость Викинг. Поэтому, ребятки, кто хочет стать нашим соседом, счастливым обладателем квартиры в Турции, в городе Кеме, в лучшем городе, возле лучшего моря, то я оставлю контакты Димы в описании, ему пишите, говорите, что от нас и вам сходу просто прилипает 15% скидка, а также лучшие условия, которые вы вообще нигде никогда не найдете. Я вам серьезно говорю, поверьте мне, у нас тоже наикрутейшие условия, поэтому мы купили квартиру, теперь у нас есть квартирка на Средиземном море. офигеть. В общем, контакты в описании. Смотрите, какие красивые картины. Вот на Арбате каких только мастеров не встретишь, пожалуйста, Майк Тайсон, легенда бокса, откусившая ухо своему сопернику. Ой, вообще, да, слушайте, как здорово. сейчас снова покупаем на две поездки, один-то есть у нас, 140 рублей на две поездки. Все как бы удобно, но аппараты работают безумно медленно вообще, тратишь минуты-две на покупку билета. Сами посмотрите, какое бесконечно красивое метро, станция Смоленская. Я даже не помню, как до ВДН Хан добраться, поэтому идем смотреть карту. Мирошка давно вырубился, так устал, спит, его даже не пугает шум, когда нет громкий метро, прикиньте. Вообще, все равно пацанам. Тасянка пошла донаты закидывать. Мы добрались, мы на ВДН Хан. Наконец-то! людей тьма. Здесь просто на ВДН Хан не знаю, миллион каких-то фестивалей, сегодня фестиваль еды начинается, всероссийские, что-то такое. Сейчас пойдем посмотрим, чтобы у нас даже в телеге наши зрители написали, что они на ВДН Хан. Может быть, нас поймают. Красивая гостиница, это проспект Мира. Здесь, по-моему, музей космонавтики, если не память, не изменяет. Колесо обозрения впереди. Вот впереди уже вход в сам парк ВДН Хан. Фух, вот это мы сегодня, друзья мои, вымотались вообще. Как говорил чуть ранее, нам повезло очень сильно с погодой, потому что сегодня не холодно, не жарко. Теперь вот прям время именно вот для путешествия по Москве. Но мы сегодня все равно все не посмотрим, потому что есть крутые локации, как Парк Победы, Сокольники, Воробьевы горы, Лужники и так далее. Здесь место просто пух. Здесь надо жить в Москве и каждый день путешествовать по Москве на самом деле. Вот мы уже и попали сюда. Посмотрите, здесь вот эти флаги, баннеры, вкус России. Видимо, здесь уже начинается этот фестиваль прямо отсюда. Опа! Это мы переходим трамвайные путишечки. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну все, насенка, пойдем опять кушать. Сегодня начало фестиваля, да, на ДВНДХ. Тут был Моя Россия фестиваль до этого. А может, они еще есть? А нет. А сейчас... Ее до зимы продлили. Вкусы России. Да, Моя Россия тоже. Вот, пожалуйста, первая палатка, это республика Бурятия, мы почти оттуда, да? Потом, например, видите, Оренбургская область, и это вот именно те продукты, которые там изготавливаются. Можно подходить, покупать. Вот, например, республика Коми. Здесь оленины, да, Мирошка, трамвайчик. Республика Адыгея, Костромская, Калужская область, Удмуртская республика, Самарская, Томская. Короче, здесь все, что хочешь, вообще абсолютно есть все. Так, в Карелии вон упорку всякую продают. Это Крымская палатка, Крымский персик, правда, они, кстати, зеленые, это не та история, как с полей. Так, идем дальше. После всех этих палаток, посмотрите, в какую красоту мы попадаем. Здесь концерт, вон в руссконародных там пляшут, как здорово. Ой, как здорово, что мы выбрались. Так, я что-то своих потерял. Это кавказские национальности танцуют свои народные танцы. Людей море. Ух, круто! Я узнал, как называется фестиваль, друзья мои, это фестиваль национального гостеприимства, дружба народов, класс. Мы пошли дальше и тут увидели, что сейчас будет выступать наш коллектив, поэтому Насен говорит, я очень хочу посмотреть. Возвращаемся. Смотрите, какой тут мавзолей вообще очередь. Это вот сюда, вот достижение России как раз. Интересный очень музей. Но, не, мы с детьми уже не готовы вообще никуда стоять. Сейчас хотим дойти просто до фонтана, дружба народов, сто лет там не были. Ну да, людей просто пуп-пуп. Попробуем про Советский Союз, чтобы было понятно, что вы тоже понимаете. Честно говоря, вот так много людей, просто трындец. Не получаешь абсолютно никакого удовольствия от прогулок вообще, вот от слова совсем. Сомнительное удовольствие, ребята. Прошли какие-то турники, досмотры. Ух, вообще, не знаю, в общем, здесь праздник, наверное, по ходу дела на празднике. Людей много. Вот так вот. Какие-то тусовки, слушайте, вообще абсолютно в каждом шатре мы дошли до самого фонтана. Дружба народов, он функционирует здорово, красиво. Здесь тоже сцена, кстати, направлена на фонтан. Сейчас посмотрим, что там происходит. Там тоже сцена какая-то. Слушайте, вот это гуляние, вот это масштабы. Я, если честно, такого даже и не припомню здесь. Шикарно просто. Я реально вот прям в шоке. Вот он, фонтан. Я вообще впервые вижу столько людей вообще. Я даже... Давай вот, как раз подошли, сфоткаемся, Настена. Я ни разу не видел здесь столько людей вообще. Просто скопление. Смотрите по периметру. Вообще. Никуда не подойти, все огорожное. Куча людей. Везде заборы. Я такое не люблю, особенно детьми, им вообще не нравится. Ланчик время заедет. Наши педали адско гудят. Хотели взять воды попить. Носенка сказала, вот это да. Там такие... Просто бесконечные. Я не помню, чтобы где-то вот такие очереди. Мы кроме Москвы встречали. Слав, вот почему мы не гуляем на каких-то мероприятиях в Москве? Дети очень устают. Москва вообще высасывает энергию. Мы гуляли, купить воды, попить. Там везде эти палатки. У нас их ограниченное количество. И везде очереди километровые. Причем почему-то летом их вот нету. Хочешь попить, надо отстоять. Ну, короче, ладно. Не будем углубляться. Я думаю, вы поняли. Мы выжаты как лимоны. Отправляемся домой. Надеюсь, удалось передать классную обстановку Москвы. Покажи, сколько людей. И вот смотрите, вот люди идут теперь вот все вот обратно. Это не заканчивается. Кто-то идет сюда, кто-то идет туда. Трындец. Вообще, а мы бежим. Не, мы просто дети устали. У нас очень устали дети. Столько пройти мы сегодня прошли. Вот я вам покажу на километрах. Километрах. Пятидесят двадцать. Больше двадцать. Двадцать тысяч. И нам еще просто стоит на метро куча пересадок снова. До машины. Все, в общем, максимум, что могли с тебя сегодня выжать. За шесть часов, даже больше. Все, ребят. Так, какой машин у тебя? Точка, точно мой косик прикрепляйте. И до нового выпуска. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok